Эти фотографии сделали очевидцы утром воскресенья. На кадрах те самые лопнувшие шины, из-за которых был отменен рейс Ош-Москва. Boeing 737 компании «Авиатрафик» должен был вылететь из аэропорта города Ош вчера утром. Однако на взлетно-посадочной полосе две шины на переднем шасси лопнули. В результате 147 пассажирам до пункта назначения пришлось забираться уже другим рейсом с опозданием на 8-9 часов. Все это время, как сообщили представители авиакомпании, пассажиры были в тепле, были обеспечены напитками и горячим питанием. Для желающих были организованы номера в гостиницах Южной столицы. Кстати, воздушное судно, как сообщают в авиакомпании, три месяца назад проходило техосмотр. Свои положенные летные часы, как и другие самолеты в парке, он еще не отлетал. Поэтому скорее на полосе мог быть посторонний предмет, предполагает в частной авиакомпании. Но это пока только предположение. При агентстве гражданской авиации создана комиссия. Она и вынесет на днях заключение. «В нашей компании разрушения такого рода колеса у нас не было. Но ситуация в мире, она происходит довольно-таки часто такого рода. Бывают разные случаи. Что-нибудь, не знаю, посторонние предметы на ВПП. Очень большое количество ситуаций, какие могут быть. Ну, а еще раз говорю, то есть я не могу сейчас говорить и не могу даже предположить. Сейчас, в настоящее время, создана комиссия агентством гражданской авиации для выяснения причин произошедшего. Пассажиры рейсов этого рейса, 965 за 30 число, были вывезены вчера. В 17 часов 45 минут они уже вылетели в Ош. Сейчас они уже все доставлены дальше. До момента вылета они находились в аэропорту города Ош. По сравнению было предоставлено горячее питание и напитки. Сейчас компания работает в штатном режиме. Причина произошедшего выясняется. Кыргызстанцы летают на самолетах, на которых, в принципе, летать уже нежелательно. Авиапарк давно устарел. К примеру, в развитых странах срок эксплуатации, если составляет лет 6-7, у нас в стране эту цифру можно смело умножать на 3. Который год предпринимаются попытки по выходу из черного списка Евросоюза. До результатов не видно. По данным Министерства транспорта и дорог, в 2009 году для выхода из черного списка Кыргызстану дали 67 замечаний, а спустя 7 лет добавили еще более 100. При этом не все предписания ЕКАО были выполнены. Уже в этом году ориентировочно в ноябре ожидается приезд двух экспертов, которые должны помочь в подготовке документации к прибытию аудита. Свидетельство ЕКАО Кыргызстан планирует получить в 2019 году и только после этого подать заявку на вывод отечественных авиакомпаний из черного списка Евросоюза. Работу в этом плане предстоит сделать большую, говорят в агентстве гражданской авиации. Существует на сегодняшний день более 10 тысяч требований, соответствовать которым Кыргызстан практически не успевает. Чтобы выйти из черного списка, нужно выполнить основные 8 требований Международной организации гражданской авиации. Среди всего прочего в стране должно быть воздушное законодательство. Если с этим более-менее дело продвинулось, то по аспекту как общей организации системы гражданской авиации имеются все еще недочеты. Причина – отсутствие финансов. Даже на повышение квалификации инспектора невозможно найти средства. И те самые 10 тысяч стандартов ЕКАО досконально изучать и внедрять не получается, подчеркнул Бакаджин Ушалиев. Работая совместно с европейской компанией «Интегра», мы создали новый воздушный кодекс. Это вот, если начать, то с головы. Первый – это воздушный кодекс, основное воздушное законодательство. После него идут подзаконные акты. Это авиационные правила Кыргызской республики. Мы их тоже уже переделали все полностью, перевели к международным стандартам. Далее – руководство по сертификации и постоянному надзору на деятельность эксплуатантов, то есть авиакомпании. Мы его тоже привели к действующему международному стандарту. Дело в том, что на сегодняшний момент работают 10 тысяч стандартов международных. И каждый год заменяется или выходят новые еще тысячи. Поэтому никогда нельзя сказать, что всего, как вы говорите, 20, мы сделали 7, еще нужно сделать 13. Нет, она постоянно меняется. Поэтому я вам скажу, что в прошлом году мы два раза утверждали свою руководство по сертификации. Потому что работая над одним вариантом, в это время приходят новые требования. Мы должны быть постоянно их менять. И как только разговор заходит о черном авиасписке Евросоюза, как в обществе в который раз начинает говорить о политике открытого неба. Кстати, по проекту в Джогурху Кенеши до сих пор мнения различны. Первое слушание длилось два часа, рассказывает один из выинициаторов Авдувахаб Нурбаев. По его словам, среди депутатов есть лоббисты некоторых местных авиакомпаний. Тем не менее, ожидается вот дальнейшее обсуждение, как в комитетах парламента, так и на круглых столах с привлечением экспертов. У нас средний возраст наших самолетов 27-28 лет. В Казахстане или в России там 7-8 лет. И последние два года очень много участвовались в такие чрезвычайные ситуации, именно с самолетовым, по-моему. Поэтому мы вот этот закон разработали, сейчас внесли уже в комитет, транспортный комитет первым чтение принял, сейчас на пленарном заседании будет выходить. Здесь очень много плюсов, это туризм будет у нас развиваться, потому что очень уважая себя туристов, они напрямую летают. Они никогда через Стамбул или Москву, там будет 5-6 часов ждать, а потом сюда они так и не могут позвать. Поэтому я думаю, здесь новые рабочие места появятся, потому что через транзит наш аэропорт очень много рейсов будет проходить, потому что Кыргызстан расположен между Азией и Европой, и у нас очень хорошее геройсовое положение, мы досок не можем вот так использовать. При этом, сообщает парламентарий, политика открытого неба помешает работе отечественных авиакомпаний, как говорят некоторые, не сможет. Улучшится авиапарк, рейсов станет больше, а значит, в плане безопасности воздушные суда начнут отвечать требованиям.